Привет друзья! Командир российского танка Т-72Б3М показал как была усилена защита танка. Танк дополнительно оборудован комплектом РЭП РП-377. Ранее мы о нем рассказывали. Ссылка на видео в комментариях к ролику. Модернизированные танки Т-72Б3М начали выпускать с 2022 года. Т-72Б3М. Работа на машине проведена. Очень-очень много дополнительных, которые защищают нас от противопротивлений. Так называемые города, которые защищают машину от противоднища. Зинка, которая также сбивает мины, тем самым управляет коммунитивную струю в другую сторону. Не поднище машин. Лом. Теханика, водитель. С динамической защитой. Решетки. С пацом. Снятые помутные. Горта. Это помутные ящики. Ящики ЗИП. Установлены с помутной защитой. Все сверное. То есть, если нужно будет совершить марш, то это все быстро снимается, ставятся баки и машина уходит на марш. Также сделано все с противоположной стороны, где находится ЗИПа. На машине установлена РЭП-установка, которая защищает машину от дронов Кормиканта и ФТВ дронов. Погон защищен. Установлена дополнительная динамическая защита. Цепи, которые защищают погон танка. Также усилены борта. Здесь установлена дополнительная динамическая защита. Потом установлены бронелисты и противокумулятивные решетки. То есть, борт машины достаточно сильно защищен. То есть, выдержит не одно попадание. Корма машины также защищена противокумулятивными решетками, на которых наварена дополнительная динамическая защита. Тем самым защищает корму машины от попадания снарядов противника. Башня танка защищена противодронным куполом, который защищает от попадания дрона Камикадзе в люки командира Наочек и также лючок, который выбрасывает гильзы. Получается, сетка защищает от попадания. Также погон защищен цепями. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok